Привет, друзья! Мы в Квестиксе обожаем загадки и задания. Их можно не только придумать самим, но и найти в классных, интересных книжках. Про пять таких книг я сегодня вам и расскажу. Вы можете спросить, а зачем вообще в книжках нужны загадки? Так вы не просто интересно проводите время с ребенком, а еще и улучшаете концентрацию внимания, тренируете логическое мышление и развиваете смекалку и креативность, когда разгадываете задания. Подобных книг существует много. Я выбрала пять, которые нравятся моим детям и мне. И сегодня про них подробно расскажу. Читать эти книги и решать задания можно уже с 6-7 летнего возраста. Вы просто регулируете сложность объемом своей помощи. Про первые две книги я расскажу сразу вместе, потому что они из одной серии и у них один автор. Но они совершенно логично друг друга дополняют. Эти книги на внимательность и смекалку. Здесь нужно разгадывать по ходу художественного сюжета логические загадки, глядя на картинки. То есть каждый раз нужно искать какую-то загадку. И дело не только во внимательности. Придется подумать, как ребенку почувствовать себя детективом. Вооружитесь лупой. Это очень правдоподобно. И с ребенком читайте сюжет о том, как трое ребят и их друг полицейский расследуют разные загадочные происшествия. Никакой жути в книге нет, но тем не менее очень интересно поискать, куда же делать бриллиантовое украшение, кто совершил погром в квартире и другие загадки. Как раз вчера мы с Полиной решали одно из заданий. Вот посмотрите. На картинке дама приветствует наших друзей и буквально через 5 минут возвращается к ним с криками, что ее квартиру ограбили. Но, к счастью, она застрахована от ограбления. Когда наши сыщики пришли на место и внимательно оглядели место происшествия, они сделали вывод, что эта дама обманывает их, видимо, с целью получить страховку. Как же это выяснить? Для этого мы разглядываем обилие мелких деталей и находим зонтик этой дамы под завалами. Как же он там оказался? Ну, очевидно, что она пришла и инсценировала ограбление сама. Вторая книга этой серии про других ребят, но суть книги остается такой же. Разгадываем детективные загадки, внимательно смотрим и не только находим какие-то странности на картинках, но и логически их объясняем. Это классная тренировка для ума, очень советую. Книгу юного Шерлока я привезла Полине из поездки в Москву. Она заняла практически половину моей маленькой ручной клади, но это того стоило, потому что 7-летнего ребенка она заинтересовала от и до. Сейчас Полине уже 9, и мы до сих пор еще не прочитали все фишки и примочки этой книжки. Сейчас подробно расскажу. В этой книге не так много конкретных загадок, зато это универсальное пособие для настоящего шпиона и детектива. Посмотрите, спецподготовка, вооружение, «Как вести следствие». Здесь ребенок может увидеть много разных видов шифров, узнать, как распознавать поделку, компьютерные печати, стрелять из каких-то самоизобретенных видов оружия. Но это не опасно, и это не прямые инструкции к действию. Вот, пожалуйста, азбука Морзе, «Как узнавать» и другие виды кодов. Про безопасность в интернете, про тактику слежки, и все то, что понадобится настоящему сыщику и детективу. Из этого собрания примочек детектива ребенок почерпнет много полезных в жизни навыков и знаний. По-моему, это круто. Когда я увидела в книжном интернет-магазине серию «Квест Бук», то есть книга «Квест», ну, конечно, удержаться от покупки не смогла. В этой серии разные сюжеты. Я выбрала одну из любимых наших тем – это «Древний Египет» и не пожалела. Интересно, что у этой книги автор указан как составитель. А в самой книге в конце приведен список источников литературы, которых более 30 штук. Посмотрите, то есть загадки здесь из самых разных источников, адаптированные под нашу тему «Мумия и загадки пирамиды». Чтобы выбраться из лап «Мумии», в которые вы попали в «Древней пирамиде», вы должны пройти сотню разных испытаний. Они совершенно не похожи друг на друга. И ребусы, и головоломки, и примеры, и логические задачи. На самом деле многие из них непростые. Мы с Полиной решаем их вместе. Рисунки на внимательность, разделение точек. Чем это полезно ребенку? Мы тренируем упорство. Разгадать загадку. Да, воспользоваться помощью родителя тоже можно. Или здесь есть ответы. Но целеустремленность все-таки потренируем. Загадки друг от друга не оторваны, а сплетены единым сюжетом. Несколько мгновений ничего не происходило. Но вдруг, неподалеку от весов, песок вздыбился. Из-под него показалась вершина черного блестящего камня. Камень медленно поднимается из песка, все увеличиваясь в размерах. И останавливается, поднявшись на высоту твоего роста. Ты подходишь к камню и видишь на его полированной поверхности какие-то непонятные иероглифы. Ах, как жаль, что ты не знаешь древнеегипетского языка. Но может здесь это и не нужно? Действительно, это похоже на какие-то буквы. Если мы перевернем камень, сможем прочитать. Когда я со своими дочками занимаюсь по подобным книгам, то стараюсь делать упор не только на решение заданий, но и на погружение в атмосферу книги. Потому что читая вот так с интересом и выражением сюжетной вставки, мы погружаемся в мир игры. А что может быть лучше? Книгу из серии «Игры разума» я купила уже давно. А затем всю оставшуюся серию скупила в электронном виде. Потому что загадки поразили меня в самое сердце. Как можно в одной книге собрать 80 логических задач так, чтобы это было интересно? Очень просто. Также облечь это в художественный сюжет, когда пожилая дама Алиса загадывает своему молодому другу Арчи Брауну, а это и есть автор, разной загадки. Задачи эти в основном текстовые. Но работа с текстом пригодится ребенку, потому что такие задачи встречаются в школе на разных предметах. Также есть ответы. Учат составлять интересные логические таблицы, находить исключения, закономерности. Решать 80 однотипных задач было бы скучно, поэтому они все немного разные, но все на логику. Сейчас прочитаю пример. Недавно я ехала в поезде. У меня было три замечательных молодых человека, соседа по купе. Айк, Боб и Брэдли. Один учится на аптекаря, второй на бухгалтера, а третий на агронома. Один родом из города Бристоль, второй из Бирмингема, а третий приехал из Нидерландов, из Антверпена. И дальше по условиям задачи нужно распределить, кто кем работал и кто из какого города приехал. Вчера я готовилась к съемке этого обзора и достала книги с полки. И сразу они стали всем нужны и всех заинтересовали. Поэтому просто купите книгу и оставьте на видном месте. Подобных книг много, наверняка у вас какие-то есть. Поделитесь в комментариях. Давайте соберем полезную библиотеку книг с загадками. Пока!